Цитадель, пожалуй, можно назвать самым атакующим замком в Героях Меча и Магии 3. Это становится довольно очевидно сразу же после знакомства с героями Циты, тем как они качаются и, конечно же, юнитами замка. Поэтому если ваша стихия это врываться и атаковать, то наверняка фракция варваров одна из ваших любимых. Начнем, как обычно, с текущей меты и предматчевых торгов. Циту можно отнести к когорте дешевых замков, за которые чаще всего мы стартуем в плюсе по деньгам. Однако все-таки не всегда. В минусе мы будем стартовать против Инферно и Причала, а против нескольких замков примерно по равной, в зависимости от предпочтений. Против всех остальных в плюсе и порой существенном. Что касается статистики варваров на крупных турнирах по Джебус Кросс, то она на ваших экранах, достойные 50% винрейта. Начнем с минусов замка. К таковым точно можно отнести ландшафт, на котором генерируется стронхол. Это камни, которые имеют штраф 25% при движении по нему с чужими юнитами в своей армии. На практике это означает, как всегда, одно. Вам становится существенно сложнее вытаскивать объекты на армию по бездороге, что, естественно, неминуемо будет сказываться на темп. Другой минус – это слабая гильдия магии, которая ограничена третьим уровнем. Ну и как уже было сказано выше, стихия варваров – это атака. Поэтому наши стартовые войска будут максимально тонкими и хрупкими. Так что вам предстоит беречь их от пропущенных ударов, как зеницу ока. Иначе они довольно быстро растают. Как компенсация за ландшафт с штрафом на территориях цитадели, генерируются уникальные строения. Волшебный источник, который раз в неделю удваивает ману у вашего героя. Скелеты, обыскав останки которых у вас есть шанс найти артефакт начального уровня. А также повозки, из которых может выпасть немного случайного ресурса или опять-таки артефакт начального уровня. Благодаря этим объектам у нас почти всегда будут на старте какие-то полезные арты. А иногда это поможет собрать даже какие-то сборники. Или на крайний случай обменять их на деньги или опыт. Из интересного еще можно отметить оазис. Посетив это строение, вы теряете весь оставшийся запас хода на этот день, но зато следующий начинается с дополнительной тысячей очков хода. То есть очень круто приходить на оазис в конце своего хода каким-либо героем. Внутри самого замка особо интересных уникальных строений, к сожалению, нет. Разве что можно упомянуть про чертоги Вальгалы, дающие всем героям, посетившим замок, плюс один к атаке. И черный ход, который позволяет сбежать герою из боя при обороне замка. Но, как вы понимаете, это все прохладная история. Лучше поговорим о стратегиях игры. При игре за циту большое внимание уделяется нычкам, внешним объектам на прирост родных юнитов. Прежде всего нас интересуют логово чудищ, пещеры циклопов и гнездо на скале. Естественно, будут не лишними и нычки на усиление наших стартовых стеков, волчий загон или казармы гоблинов. Благодаря хорошей пробивной мощи и параметрам атаки со старта, любую из этих нычек мы можем довольно быстро пробить. Поэтому зачастую игру начинает именно с этого. То есть находим нычку высоколевельных юнитов, вскрываем ее, попутно отстраиваем этих же юнитов внутри замка и формируем хороший ударный стек, который поможет нам уже в сборе других объектов на армию. Из объектов на армию в первую очередь нас интересуют заставы налетчиков, так как циклопы не имеют штрафа по камням, а сами зефы хорошо берутся благодаря высокой скорости наших юнитов, а также любые другие объекты, которые сгенерированы недалеко от дорог, чтобы их вывоз не отнял у нас слишком много времени. Для отстройки замка, покупки юнитов из нычек и дополнительного прироста, а также в перспективе для отстройки грейженных чудищ, нам понадобится много денег. Поэтому очень приветствуется нахождение внешнего рынка, который очень поможет в решении наших задач. Безусловно, очень грозным оружием цитадели является отстройка так называемых седых, древних чудищ, которые их вообще можно причислить к одним из самых сильных юнитов в игре, благодаря хорошему запасу здоровья и их особенностей игнорировать 80% защиты врага, что позволяет им эффективно противостоять юнитам, значительно превосходящих их самих по характеристикам, например архангелам. Несомненным плюсом является и то, что отстроить их значительно легче, чем тех же архов, да и внешняя нычка чудиков генерируется довольно часто. Так что нередко можно увидеть, как игроки делают ставку именно на быстрый захват нычки чудиков и отстройку этих юнитов внутри замка. Все-таки два чудища на первой неделе дают существенный буст нашей пробивной мощи в любых объектах. Впрочем, можно построить игру и от других юнитов, например захватить внешнее гнездо на скале, отстроить их внутри замка и загрейдить в птиц грома. Это также очень темпово и просто позволяет получить отличный и быстрый ударный стек. Не забываем и про нычки циклопов, которые отлично смотрятся, если на нашей территории есть несколько застав налетчиков, так как будет формироваться огромный ударный стек из циклопов. Короче говоря, делаем разбежку, находим нычки и объекты на армию, по возможности смотрим наше ГО и решаем, через кого будет играть наиболее эффективно. Формируем ударные стеки, вскрываем объекты и готовимся к битве с ГО. Поговорим о героях Цитадели. С выбором здесь все отлично. Варвары вообще отлично качаются и всегда желанные гости в нашей таверне. Однако если говорить именно о Джебус Кросс, то тут есть два главных стартера. Наиболее популярный это Тераксор, варвар, который со старта приносит три стека наездников на волках, и является специалистом по этим юнитам. Со старта у него есть тактика и нападение, что в совокупности с высокими параметрами атаки и быстрыми грейженными волками, позволяет нам без проблем пробивать многие стрелковые охраны, а также отлично позволяет себя чувствовать при пробитии нычек или застав налетчиков. Чуть менее популярный стартовый герой это Гречен, в простонародье Греча. Специалистка по гоблинам, которая приносит с собой три стека этих юнитов. У нее на старте также есть нападение, а вместо тактики поиск пути, что позволяет ей эффективно бегать по бездороге с чужими юнитами, минуя штраф. Из плюсов можно отметить также и то, что если стартуя за Тераксора свой главный ударный стек из волков, мы можем загрейдить только на второй день, то главный ударный стек Гречи Гоблинов мы грейдим уже в первый. Оба этих героя безусловно крутые, но выбираются прежде всего именно благодаря ударному стеку, который они приносят на старте. Потому что именно герои в пули цитадели есть еще более мощные. К таким можно отнести, конечно же, Крэга Хэка, одного из самых перспективных мейнов в игре. Специалиста по нападению со стартовым продвинутым нападением и без каких-либо лишних вторичных навыков. Есть здесь и суперкрутой боевой маг Гундула, также специалистка по нападению, имеющая со старта, мудрость и замедление в книжке. К этой звездной когорте можно отнести и Дессу, один из немногих специалистов по логистике в игре. Есть и те, кто стартует за Жабаркаса, специалиста по оркам, который приносит на старте два стека этих юнитов. Из остальных можно отметить таких неплохих героев, как Терек, специалиста по ускорению, неплохого варвара Криллиона, спеца по баллисте Гурнисона, который принесет нам халявную боевую машину, и, пожалуй, Шиву, которая всегда хорошо смотрится как вторичный герой, благодаря разведке со старта и своему хорошему качу. Как видите, Цитадель имеет целую россыпь крутых героев и может похвастаться одним из самых богатых пулов в игре. Итак, давайте подведем итог. Цитадель – это прежде всего история про атаку и нападение. Ее герои максимально заточены в атаку, а юниты уязвимы, но быстры и смертоносны. В умелых руках Цита может быть очень грозным оружием, а благодаря тому, что в предматчевых торгах мы часто получаем за замок плюсовый откат, нередко Цита может позволить себе красный цвет и сделать ставку на темп. Тонкие юниты и слабая защита не прощают ошибок, но с лихой награждает смелых за искусное и бережливое обращение. В завершение хочу поблагодарить всех ребят, которые поддержали мой канал финансово за последний месяц. Вы мотивируете меня продолжать делать подобный контент. Также предлагаю вступить в мой канал в Дискорде. Там всегда будет актуальная информация о расписании, запись на игры со мной и просто общение внутри сообщества. Что касается объектов, напоминаю, что их пробитие вы можете потренировать на специально созданной мной карте, ссылку на которую я оставлю в описании к этому видео. Суть карты такая. Есть три стартовых героя, Тераксор, Гречен и Жабаркас с средними стартовыми войсками, и есть всевозможные объекты разных размеров. Также внутри замка отстроены все строения и есть неограниченное количество юнитов. Если вам есть чем дополнить данный гайд, оставляйте свои комментарии, это наверняка поможет людям разобраться с игрой за этот замок, а также поможет продвижению этого видео.